Друзья мои, приветствую! В этом видео хочу показать вам, каким образом можно естественными способами добавить объема звучанию гитары, в то время, когда вы исполняете на ней различные композиции. Мы с вами будем затрагивать именно естественные способы и не будем касаться искусственных. Под искусственными я подразумеваю использование различных плагинов в множестве программ, когда вы накладываете эффекты, например, реверберацию и другие. А под естественными вам нужна всего лишь гитара, ваши руки и желательно, чтобы на гитаре струны были натянуты и еще желательно, чтобы она была настроена. Хорошо, для того, чтобы нам было понятно, о чем идет речь, давайте в качестве примера возьмем с вами одну известную композицию, называется «Зеленые рукава». Это старинная английская песня еще XVI века. Она известна в различных аранжировках, на нее множество писали аранжировок, слова различные накладывали. Я более чем уверен, эта мелодия у вас на слуху, но для того, чтобы у нас не было разночтения, несколько тактов наиграю. Я намеренно таким образом играю для того, чтобы контраст был более очевиден, когда мы будем говорить с вами о способах добавления объема звучанию. У нас будет четыре варианта, и каждый из этих вариантов, он с одной стороны прост, и с другой стороны желательно его использовать вкопи с другими, потому что каждый из них дополняет друг друга. Первым вариантом, первым способом создания объемности или придания объемности звуку является прием арпеджиату. Арпеджиату происходит от арпеджио. Арпеджио, когда вы играете поочередно струны, защипывая их на гитаре, а арпеджиату, когда вы на одну долю быстренько вот так перебираете одно за другой струны. Вот теперь смотрите, в качестве примера давайте мы наиграем опять-таки парочку тактов вначале без приема арпеджиату, а потом этот приемчик добавим. А теперь смотрите, добавляем арпеджиату. Вот такой вот эффект лютневости, когда вы поочередно защипываете струны, он создает элемент такой восприятия на слух объемности. Это первый вариант. Второй способ, когда мы замедляем композицию. Как бы это просто не звучало, но темп играет очень важную роль. Если мы будем использовать арпеджиату, но будем играть композицию быстро, вот смотрите. Мы не дадим возможности струна прозвучать до конца, пропеть ноты, которые мы защипываем. Соответственно, объем урезается и произведение звучит так вот сжато, с такими острыми углами, как квадратное. А когда мы замедляем темп, используем арпеджиату приемчик, то соответственно объем расширяется. Третий способ, помимо арпеджиату и темпа, это тирандо прием. Я знаю, что многие волей-неволей привыкли, наверное, играют, используя апояндо. Апояндо – это когда мы играем по одной струне, и когда щипаем следующую струну, мы останавливаем палец на предыдущей, тем самым глушим звучание той ноты, которая уже у нас была, которая звучала. Уже мы ее защипнули, эту струну, и раз, видите. Вот, к примеру, я сейчас наиграю, давайте только мелодию этой песни, и сыграю вначале апояндо. То есть буду подушечкой пальца останавливаться на следующей струне, а потом сыграю тирандо. Вот, смотрите, играем апояндо. А теперь играем тирандо, не останавливая палец на соседней струне. Чувствуете, да? И еще один важный тоже момент, это четвертый у нас способ. Старайтесь не снимать раньше времени палец с зажатой струны. Вот вы сыграли, на каком-то ладу струну зажали, вот у нас струны звучат. Если пальцы расслабить, на левой руке убрать, то звучание обрезается. Поэтому по возможности, до тех пор, пока возможно держать пальцы, если вы хотите придать объема звучанию, держите. Не нужно их снимать раньше времени и перескакивать на соседнюю струну или на следующую ноту. Вот эти вот четыре варианта, которые вы можете смело практиковать в своей игре на гитаре. И, соответственно, звучание у вас уже будет намного более богатым. Я намеренно не буду накладывать эффекты на звук, для того, чтобы вы в естественном звучании прослушали, каким образом звучит гитара с объемом и без объема. Если это видео вам понравилось, показалось полезным, и вы эти приемчики будете использовать в своей практике, обязательно ставьте лайк этому видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, ставьте колокольчик, для того, чтобы быть в курсе, когда выходят новые видео. И пишите комментарии, можете задавать вопросы, с радостью буду помогать. Всего вам доброго, мира и всех благ. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok